Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok ДimaTorzok 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 в то время существует и в наши дни. В чистый четверг принято было убирать дом. Мыли окна, мыли полы, доставали из складовых самые лучшие сервизы, накрывали стол, и к тому моменту, когда семья возвращалась с праздничной всеночной дома, было уже все готово для разговения. И во второй половине XIX века пасхальные кушания становятся важной отраслью кулинарного дела. Все магазины к празднику готовят различные яства, ну и, конечно, их готовят в домах. Эта семейная подготовка к празднику была очень важна, и о ней потом в мемуарах вспоминали те, кто принимал участие в этих традициях. Вот, например, об этом писал москвич, князь Сергей Голицын. В Великую Пятницу мы сами делали Пасху. В комнате выдвинули на середину табуретку, принесли творог, сметану, сахар, изюм. Встали вокруг мы дети шестеро, командовала мать. Решили облизать стенки миски. И мы вопили, если кому-то доставалось больше. В Великую Субботу мы красили всей семьей в разные цвета яйца, обкладывали их пестрыми, шелковыми лоскутками и опускали в горячую воду. Такие яйца получались как бы мраморные и очень красивые. Конечно, такие яства можно было купить и в магазинах, но домашние всегда были вкуснее, и в каждой семье были свои традиции их приготовления, их передавали из поколения в поколение. И в этом случае в празднике принимала участие и хозяйка, которая в другие дни, конечно, не появлялась на кухне. Но на светлое Христово воскресенье и она сама, и дети непосредственное участие в приготовлении принимали. Все, что нужно было для пасхальных кушаний, покупали в вербное воскресенье на специальных базарах. Вот здесь вы видите базар на вербное воскресенье в гостином дворе в Петербурге. И там можно было приобрести и необходимые кулинарные детали для изготовления пасхальных кушаний и сами пасхальные подарки. Уже в XVIII веке появляются пасхальные яйца с сюрпризами. Здесь вы видите недорогой вариант пасхального яйца, хотя он с механическим сюрпризом. Это новинка, которая пришла из Западной Европы. И мы сегодня рассмотрим разные варианты традиционных пасхальных подарков. В XIX столетии их разнообразие было удивительным. А пасхальные кушания, кулич и пасха, которые были незнакомы русским людям в допетровское время, приходят в Россию из Западной Европы, точнее из Германии, во второй половине XIX века. И прежде всего эти кулинарные яства, связанные с Пасхой, готовили для императорской семьи. Они упоминаются в камерфурьерских журналах в 70-е годы XVIII века. А потом эта традиция уже распространяется и в среде аристократической. Правилом, которое соблюдалось во многих городских семьях и в аристократической среде, дети младше семи лет не могли появляться на торжественном богослужении. Поэтому во многих семьях дети ожидали, когда им исполнится семь лет, чтобы они могли отправиться вместе с родителями на праздничную службу. И вот как об этом вспоминал уже упомянутый князь Сергей Голицын. «Мне страстно хотелось попасть на пасхальную заутреннюю, но я знал, что даже просить об этом нельзя, мне еще не было семи лет. Мать сжалилась надо мной и сказала, что разбудит меня в полночь, и мы вместе послушаем пасхальный звон. Первым, как 200 лет назад, ударил колокол на Иване Великом. Густой, низкий и могучий звук его разнесся по Москве и окрестностям. И тотчас же все 40-40-ков зазвонили радостно и благозвочно». Андреева Бальмонт, еще одна москвичка, вспоминала, как они всей семьей отправлялись в приходскую церковь. «К 12 мы пошли в нашу церковь совсем рядом. После темноты улицы нас ослепил ярко освещенный храм. Причучик, расталкивая толпу, повел нас на наши места, где за загородкой был наслан ковер и стояли стулья. Жара и духота стояли невыносимые из-за обилия людей. Через час нас с братом посадили на один стул, с которого мы тотчас и свалились на узел с нашими шубами. И спали там, пока нас не подняли возгласы батюшки. «Христос воскресе!» На что толпа радостно ответила, и мы вместе со всеми кричали «Воистину воскресе!» Это описание свидетельствует о том, что у многих дворянских семей в приходских храмах были свои места, отделенные загородкой. И именно на эти места отправлялась вся семья вместе с детьми на торжественную всеночную. Были определенные традиции в каждом городе, связанные со светлым Христовым воскресением. И вот в Москве такой традиции, распространенной особенно в купеческой среде, был привоз на дом. Игоны и молебен заказывали заранее. Это стоило денег и немалых, так что могли себе это позволить только семьи состоятельные. Иверская богоматерь была покровительницей деловой Москвы. Поэтому московское купечество стремилось обязательно привести икону для домашнего молебна. Считалось, что в этом случае дела будут идти обязательно успешно. И во время домашнего молебна в нем принимала участие не только семья, но и вся прислуга. Это свидетельствует о том, что Пасха стирала сословные границы в тот момент, когда все домочадцы, включая и прислугу, оказывались на молебне. И еще одна традиция, тоже московская. Накануне светлого Христового воскресения на страстной неделе московские купцы целыми вазами отправляли в богадельни и в тюрьмы чай, сахар и калачи. То есть постное угощение. А на светлой неделе уже после окончания поста они отправляли пасхальные кушанья. Занятие благотворительностью во второй половине XIX века было очень престижно. И оно отразилось и в открытых столах, которые устраивали во многих московских домах. И в Петербурге тоже эта традиция существовала. На светлой неделе застолье устраивали каждый день, и помимо званых обедов, на которые являлись по приглашению, была традиция открытых столов. То есть обедов, на которые мог прийти любой желающий. Как правило, это были богатые семьи, которые накрывали столы для бедных родственников или просто для тех людей, которые не могли устроить для себя праздничное застолье, но они могли прийти в богатый дом. В своих мемуарах Феликс Юсупов вспоминал, сколько сядет едоков у нас за стол на светлой неделе, мы не знали. К нам приходили каждый день совершенно незнакомые люди, потому что они были бедными и нуждались. И вот всех этих едоков сажали за стол и угощали. Вы видите пасхальную открытку рубежа веков, и она изображает поздравления, которые рассылались обязательно заранее. Текст поздравительных открыток был всегда витиеватым. Поздравительные открытки принято было отправлять так, чтобы они были получены уже в субботу. И в субботу было принято дарить пасхальные яйца. И в императорской семье они преподносились именно в этот день, и в других семьях тоже пасхальные яйца преподносили в субботу. Ну а потом вечером все семейство отправлялось на торжественную всеночную. И вот эти новые кушанье пасхальные и сами пасхальные яйца, символ праздника, становятся темой открыток поздравительных, которые рассылают своим знакомым и родственникам. Он называл этот праздник источником всяческих утех. Имея в виду и душевный подъем, и земные радости, которые сопровождали Пасху в это время. Это и торжественная всеночная, и атмосфера братской любви и радости, и подарки, и увеселения, которые были характерны для городской среды. А старинным увеселением было катание на качелях. И вот здесь мы можем видеть, как происходило увеселение в городках, которые были временными во всех городах, их устраивали на больших площадях. И там горожане за небольшую плату могли покататься на разных качелях. Традиция это уходит в далекое прошлое. Гуляние под качелями, как называли это развлечение, существовало уже в 17 веке. Когда-то качели вешали в женских покоях, в царских теремах для молодых цариц. Это были веревочные качели. Но позднее, в 18-19 веке качели были разных типов. И в таких увеселительных городках, помимо качели, были также различные цирковые представления. А с середины 19 века в моду входит показ «Диорам и косморам». Это прообраз кинематографа. И популярным сюжетом этого времени становятся путешествия. Не все горожане могли себе позволить поездку в Париж, которая стала очень популярна в этот период. И вот эти достопримечательности европейских городов, особенно виды Рима и Парижа, можно было посмотреть в увеселительных городках, рассматривая диораму или космораму. Когда мы смотрим на старинные пасхальные открытки, мы видим сюжеты, которые отвечали характеру этого праздника. Поэтому наряду с известными храмами на открытках изображали счастливую супружескую пару. И иногда она приобретала вот такой сказочно-народный вид, поскольку любой православный праздник в это время приобретает оттенок народного, национального. И старинные костюмы, которые в этом случае выглядят как сказочные, напоминают нам о том, что истоки Пасхи очень давние. Поэтому в пасхальных открытках мы видим персонажей, которые напоминают нам, персонажей русских сказок. И вот здесь подобная пара также. Пасхи тоже ассоциировались с национальными истоками, хотя в сельской среде, конечно, Пасха праздновалась по-другому. И вот такое разнообразие пасхальных кушаний, которые уже давным-давно знали в городской среде, в деревню приходит гораздо позднее. Но на пасхальных открытках конца XIX века мы видим крестьянских детей, сидящих за накрытым столом. Для городского жителя они были символами этого старинного праздника. Конечно, в открытках находят отражение и увлечение пасхальными яствами, вот как здесь, в этой открытке, надпись на которой гласит «Я не знаю, как мне быть, на чем взор остановить». И еще один сюжет, который раскрывает важную особенность содержания праздника во второй половине XIX века. Это семейное торжество, которое объединяет всех домочадцев, в том числе и детей. Участие детей в семейных праздниках – это приметы XIX столетия. Поэтому на пасхальных открытках мы видим счастливых мам с маленькими детьми и обязательно с живыми цветами. Живыми цветами принято было убирать пасхальный стол, украшать ими комнаты, и поэтому в пасхальных открытках мы тоже их видим. И сами дети – это тоже персонажи пасхальных открыток. Мальчики в матросских костюмчиках, девочки в нарядных платьицах и обязательно с символом этого праздника, с пасхальным яйцом. Уже в XVIII веке облик традиционного пасхального дара меняется. Когда-то в старину даже русские цари подносили крашеные куриные или гусиные яйца. Самым дорогим было деревянное расписное яйцо. А в XVIII столетии появляются драгоценные пасхальные подарки, выполненные из хрусталя, стекла, фарфора. Из Западной Европы приходит традиция создавать драгоценные яйца с сюрпризами. Их используют в качестве дамских НССРов, в качестве шкатулок, памятных подарков. Перед нами произведения ювелирной фирмы Хлебникова. Внимание к Пасхе как очень важному празднику для русского общества отразилось и на деятельности ювелирных предприятий. А вторая половина XIX века – это необыкновенный подъем ювелирного дела в России, что было связано и с достижениями русских ювелиров, и с возросшим числом потенциальных клиентов их продукции, поскольку бурно развиваются буржуазные отношения. И среди заказчиков есть уже не только представители аристократической элиты, появляется финансовая, торговая, промышленная буржуазия. И на все эти явления откликаются ювелирные фирмы. Накануне Пасхи они создают сотни и тысячи различных вариаций традиционных пасхальных подарков. Удивительное разнообразие стилей, мотивов, материалов. Некоторые ювелирные фирмы, такие как фирма Хлебникова, прежде всего опираются на национальные традиции. Петербургские фирмы создают различные вариации, используя и особенности эпохи историзма. Они обращаются ко второму, третьему рококо, к стилю барокко, классицизму. В данном случае мы видим вариацию на национальные мотивы. Это пасхальное яйцо-шкатулка. Выполнено таким образом, что мы можем здесь найти мотивы, свойственные 17 столетию, стилизованный травный узор, который здесь исполнен, выполнен в технике эмали-пускани. Эта техника была когда-то очень популярна в 16 столетии. Но кроме того, это не только пасхальное яйцо, но и шкатулка, которую можно поставить на туалетный столик, хранить рядом с собой. Это еще одна примета тех произведений, которые создаются во второй половине XIX века. Они не только на Пасху могут использоваться, ими любуются в течение всего времени, поскольку эти драгоценные предметы составляют... ...яйца-шкатулки. Это произведение уже московских мастеров, которое было создано в Строгановском художественно-промышленном училище. И в Москве, и в Петербурге были свои предпочтения. И поскольку уже в XVIII веке появляются фарфоровые, хрустальные яйца, это направление развивается и позднее. Еще одна важная примета таких подарков. Они могут использоваться для практического применения. Внутри пасхального яйца может быть какой-то сюрприз, который можно использовать, например, для того, чтобы хранить внутри ароматы. И вот здесь вы видите, как небольшой ароматник, флакончик для духов является частью пасхального подарка, украшенного эмалью келюше. И еще одна вещь для практического применения – яйцо-спичечница. Вещь очень модная. Это произведение фирмы Фаберже. Дамская спичечница, изящная, совсем небольшая по размеру, также украшенная эмалью келюше. Об этой технике мы чуть позднее поговорим более подробно. Спичечница была модной вещью, поскольку курение вошло в моду. И ювелирные фирмы откликнулись на эту моду созданием не только портсигаров и дамских, и мужских, но и созданием изящных спичечниц. Дамская вариация предполагала отделку именно в таком стиле, то есть очень изящная, в нежных тонах и использовании эмали келюши. Это пасхальное яйцо является рамочкой для фотографии. Вы, конечно, узнали фото императрицы Александры Федоровны, а само яйцо выполнено из бавенита на небольшой подставке. Вот это одна из тех вещей, которая могла служить владелица и в другие дни, не только на Пасху. Она могла быть поставлена в бодуаре, и такие небольшие вещицы, безделушки, чрезвычайно модные на рубеже веков, создавали многие ювелирные фирмы, используя различные материалы, различные техники, разные стили прошлого. Увлечение пасхальным подарком как своеобразным символом этого праздника приводит к тому, что появляется еще одна интерпретация пасхального яйца. Маленькие яйца-брелоки, которые носили на цепочках или составляли из них пестрые ожерелья. В этом ожерелье могли соединить яйцо, выполненное из золота, серебра, из поделочных камней. Яйцо, покрытое эмалью разноцветной. Удивительное разнообразие представляли ювелирные фирмы. И даже в императорской семье существовала традиция каждый год дарить такое яйцо-брелок своим дочкам на Пасху. Поэтому к совершеннолетию у великих княжон уже были пестрые многоцветные ожерелья, которые можно было носить не только в пасхальные дни, но и как обычные украшения. И вот это увлечение захватило многих людей в городской среде, поэтому спрос на такие крошечные подвески был очень велик, и их создавали разные ювелирные предприятия. Как видите, их интерпретация была очень разнообразна. Но, конечно, на Пасху дарили не только визы. Это было очень популярно и в богатой аристократической, и в купеческой среде. Дочь Столыпина Мария Бок, которая была супругой дипломата и накануне Первой мировой войны жила в Берлине, вспоминала, что глава дипломатического корпуса в Берлине генерал Остен Сакон был поклонником всех старинных традиций. И на Пасху он заказывал огромное количество подарков, которые в Берлин доставляли из Петербурга. В зависимости от чина служащего он получал или пасхальное яйцо, или чайную пару, или даже целый серебряный сервиз. И это стимулировало тех дипломатов, которые служили под его началом, служить как можно лучше, поскольку от выслуги лет зависел подарок, который они получали на Пасху. О пасхальных подарках вспоминала в своих мемуарах и знаменитая балерина Матильда Кшесинская, поклонниками которой являлись многие великие князья. Великий князь Владимир Александрович однажды подарил ей яйцо, выполненное из ландышей, которому был привязан маленький подарок в виде крошечного яйца брелока. А другой великий князь, будущий ее марганатический супруг Андрей Владимирович, подарил ей однажды простое соломенное яйцо в корзинке. Но когда она раскрыла его, внутри него оказалось масса других приятных сюрпризов, драгоценных вещей, в том числе башмачки, украшенные драгоценными пряжками. Так что каждый, кто заказывал пасхальные подарки, в зависимости от своих финансовых возможностей, придумывал разные интерпретации, и об этом заботились многочисленные ювелирные фирмы. При императорском дворе уже в начале XVIII века складывается ритуал празднования Светлого Христова в воскресенье, который будет существовать до 1917 года. Конечно, в него будут вноситься некоторые изменения, но основа ритуала создается уже при Петре. Перед вами Второй Зимний дворец в Петербурге, который был построен во времена Анны Иоанновны. И вот здесь происходили все пасхальные торжественные службы в главном храме Зимнего дворца. Потом, когда в середине XVIII века будет построен новый Зимний дворец Растрелли, в Спасском соборе будут проходить службы. И Светлое Христово Воскресенье будет являться единственным праздником, на который приглашенные являются в резиденцию праздника. А торжественная пасхальная всеночная будет происходить ночью. Повестки будут рассылаться гостям заранее. В повестках указывается, в каком костюме надлежит приехать во дворец. И по повесткам во дворец съезжались сотни гостей. Это были и чины двора, и дипломатический корпус, и сенаторы, и министры. Съезд гостей назначался на 11, а около 12 императорская семья в сопровождении свиты отправлялась в главный храм на торжественную службу. И когда съезд гостей начинался, пушки от Петропавловской крепости полили три раза. Когда наступало время для торжественной всеночной, пушки стреляли 17 раз. А после того, как служба заканчивалась, и начинались поздравления и христосования, пушки стреляли 101 раз. Таким образом, весь Петербург, не будучи приглашенным во дворец, знал, что происходит в резиденции. Продолжительность пасхальной службы была значительная. Она заканчивалась в 3, в 4 часу утра. И в XIX столетии дважды происходит освящение дворца, именно на Пасху. Первый раз освящение императорской резиденции произошло в марте 1839 года. За два года до этого Зимний дворец сгорел во время пожара. Он был полностью уничтожен. И два года шло восстановление дворца. По желанию императора Николая I освящение резиденции было назначено на празднование Пасхи. И во дворце собралось множество гостей, несколько тысяч. Такое произошло впервые. На празднование Пасхи были приглашены не только чины двора, сенаторы и дипломаты. Туда позвали и тех, кто восстанавливал резиденцию. Это были архитекторы, художники, купцы, поставлявшие материалы. То есть люди, которые в обычные дни не бывали во дворце. И не только в освящении они принимали участие, но и в праздничном разговении, которое состоялось в покоях дворца после окончания торжественной службы. И вот с этого момента традиционным местом разговения императорской фамилии в Зимнем дворце становится Малахитовая гостиная. Гостиная императрицы Александры Федоровны, которая относилась к новым покоям, созданным во дворце уже после пожара. Праздничное разговение устраивалось в три в начале четвертого утра. На него звали 30-40 гостей. Они рассаживались за круглыми столами. И сюда звали... ...и тех представителей знати, которых они желали видеть на этом пасхальном завтраке. И повторение завтрака устраивалось на следующий день, в воскресенье, в часть дня. Такой завтрак называли высочайшим. И он тоже происходил в Малахитовой гостиной. Меню высочайшего завтрака было традиционным. Это пасхальные кушания, о которых мы уже говорили, кулич, пасха, телячий окорок холодный, пасхальные яйца, четверговая соль. И также из напитков подавали не только чай и кофе, но и горячий шоколад, который с давних времен, уже с начала XVIII века, считался праздничным напитком, который принято было подавать именно во время завтрака, на обедах и ужинах горячий шоколад очень редко предлагали гостям. И второй раз освящение императорской резиденции на Пасху происходит в Москве. В 1849 году было закончено строительство Большого Кремлевского дворца. И в апреле сюда, в Москву, приезжает императорский двор. С огромной свитой император шествует по всем залам дворца в сопровождении московского митрополита Филарета. В Верхоспасском соборе, древнем храме русских царей, происходит торжественная служба. Эта церемония, которая продолжалась более четырех часов, была подробно описана в мемуарах великой книжной Ольги Николаевны, дочери императора, которая прибыла в Москву на это торжество. И она вспоминала впоследствии, что освящение Большого Кремлевского дворца было самой великолепной, но при этом самой утомительной церемонии, на которой она когда-либо присутствовала, поскольку продолжалось это торжество более четырех часов. Вернемся в Зимний дворец. После того, как все гости собирались, совершался торжественный выход императорской фамилии из личных покоев в парадные залы, и в сопровождении членов императорской фамилии государь с императрицей следовал в главный храм Зимнего дворца, который был освящен во имя образа спаса нерукотворного. В храме во время богослужения могли находиться только, конечно, гости самого высокого ранга, и к ним относились чины двора, фрейлины, сенаторы и министры. Все остальные гости, приглашенные на это торжество, их было несколько сотен, оставались в других парадных залах и ждали окончания службы. И впервые в правлении Николая I происходит личное поздравление императорам, тех офицеров и нижних чинов гвардейских полков, которые несли караулы в залах дворца. Поздравление нижних чинов существовало, конечно, и раньше. И в допетровское время русские цари на светлой неделе поздравляли весь дворовый чин, но не существовало личного троекратного целования. Государю целовали рук, он вручал пасхальное яйцо. А в XIX столетии, середины XIX века, император лично поздравлял и нижние чины, и проходя мимо караула, каждого поздравлял. Иногда это нижние чины вводило в замешательство, поскольку личное поздравление императора для них было неожиданностью. Художник французский Арас Верне вспоминал о таком эпизоде. Однажды Николай I, проходя по залам дворца после торжественной всеночной, обратился к одному из нижних чинов преображенского полка, стоявшего в карауле. «Христос воскресе!» На что тот, растерявшись, ответил, «Никак нет, Ваше Величество!» Вы видите кавалергардов в парадной форме. Они традиционно несли караулы во дворце в торжественные дни. И поздравление таких караулов и обращение к ним было давней дворцовой традицией, которая сохранялась долгое время. О днём воскресенья вот сюда, в Малахитовую, приглашали снова гостей. Устраивался высочайший завтрак, который в документах называли фрыштыком. В Малахитовой фрыштыкали в час или в два часа дня. Эта трапеза была короткой, но отмечали все гости, попавшие на это торжество, необыкновенную красоту стола. Поскольку создание пасхальных кушаний стало целой отраслью кулинарной науки, кулинарного дела, как создание пасхальных подарков стало целой отраслью ювелирной промышленности. Также и создание пасхальных яств было особым направлением. И они отличались удивительной красочностью, разнообразием, разными рецептами, которые каждая фирма сохраняла в тайне. Пасхальный стол, который накрывали в Малахитовой, тоже был очень красив. Ее обязательно украшали живыми цветами. И подача четверговой соли к столу тоже была традицией. Эту соль отличал своеобразный вкус. Готовили ее в четверг, запекали в печи. Она была темного цвета и считалась очень вкусной. Ведь именно с четверговой солью ели пасхальные подарки. Пасхальные яи. Именно этот дворец становится главной резиденцией императорской фамилии. И в Гатчинской церкви Троицкой происходило торжественное богослужение, на котором присутствовала вся императорская семья. А в арсенальной зале Гатчинского дворца происходило и христосование с нижними чинами и с офицерами гвардейских полков. И здесь же устраивался пасхальный завтрак. О том, как император Александр Третий поздравлял нижние чины, сохранились воспоминания его детей. И дочь государя Ксения Александровна вспоминала. В один из дней христосовались с нижними чинами, прислугой. Я поздравила лакеев, кучеров и мальчиков-певчих. А среди певчих были дети совсем маленького возраста, восьми-девяти лет. И их ставили на стул, чтобы императору удобнее было с ними целоваться. Троекратное целование было обязательной частью этого ритуала. Императрица целовали руку, и она вручала пасхальное яйцо тому, кого император поздравлял. При императоре Николае II массовые христосования с гвардейскими полками, дворцовые прислуги достигли своей кульминации. В парадных залах Зимнего дворца собиралось уже более тысячи человек. И на протяжении всей светлой недели император поздравлял ту Нижничиной, ту офицеров. О том, как происходила эта церемония, вспоминали ее участники. Вот что писал кавалергард Игнатьев. «В Страстную субботу читаю в приказе по полку. Завтра, по случаю пасхальной заутрени, от эскадрона Ее Величества назначается почетный караул. Форма одежды парадная. Перед нами... ...в середине Николаевского зала. Стук палочки церемонии мейстера, гробовая тишина, среди которой раздается моя команда. Палаши вон, слушай на караул». Царь выходит под руку с царицей и, взглянув на караул, произносит «Христос, воскресе, кавалергарды! Воистину воскресе, ваше императорское величество!» По разделению отвечают кавалергарды, вкладывая в эти слова больше чувства, чем в обычные. Церемония Христосования предполагала, что каждый Нижний Чин совершает целование с государем, а тогда принято было Нижним Чинам темнить, чернить бороду и усы. Поэтому после этого ритуала лицо императора чернело, рука императрицы тоже темнела и даже распухала, поскольку руку целовали сотни людей. И в полках накануне Светлого Христового Воскресения распространяли указ «нефабрить бороду и усы». Но указ этот неизменно нарушался, потому что принято было гвардейцам ходить с пышными чернеными усами и бородой. На этой фотографии изображено Христосование в Крыму, в Ливадейском дворце. Чуть позднее мы будем о нем говорить более подробно. А вот сам ритуал подробно описал тот же граф Игнатьев. «Утром после пасхальной всеночной веду опять свой караул во дворец для Христосования с царем. Там уже собраны по традиции все караулы, несшие службу в пасхальную ночь. Царь подходит ко мне, Христосуется, как со старым знакомым. Императрица подает мне руку, целую ее и получаю фарфоровое яйцо, которое боюсь уронить, так как руки мои заняты и палашом, и каской, и крагами. Мой сосед-унтер-офицер Муравьев не смущается и проделывает ту же церемонию, да и другие следуют его примеру и оказываются настоящими кавалерами. Изумляюсь, но при выходе из зала Муравьев мне объясняет, что вахмистер Николай Павлович весь Великий пост репетировали и давали целовать ручку. Старый вахмистер выполнял роль императрицы, и поэтому молодые кавалергарды выглядели, как пишет Игнатьев, настоящими кавалерами. И не боялись уронить ни каску, ни пасхалерами. Яйца готовили заранее, и среди них были самые разные интерпретации, которые заказывали в различных ювелирных фирмах. Вот, например, это пасхальное яйцо выполнено из фарфора. Здесь мы видим яйцо, покрытое эмалью, с монограммой императрицы Марии Федоровны и Николая II. То есть это официальные подарки, которые вручались во время массовых христосований. И каждый день на святой неделе был посвящен встрече с духовенством, с офицерским корпусом, с нижними чинами, с дворцовой прислугой. Количество врученных яиц было необыкновенно большим. Одна из записей в дневнике Николая II в начале XX века следующая. Христосовался в концертном зале с сотней людей, гулял после этого, щеки порядочно горели от поцелуев во время христосований. И даже в начале XX века соблюдается традиция, которая существовала еще в допетровское время. Император, желая подчеркнуть свое расположение к тому или иному чину, вручал не одно яйцо, а несколько, два или три. Когда-то, в XVII веке, русские цари, желая подчеркнуть свою милость, могли вручить, например, вместо куриного яйца гусиное или деревянное расписное. Но в XIX-начале XX века они могли вручить, например, не фарфоровое яйцо, а стеклянное или хрустальное, то есть более дорогое. Вид пасхального подарка и количество поднесенных пасхальных яиц говорили о том, что государь очень расположен к этому лицу. Когда-то император Александр III писал в дневнике о том, что его мечтой является посетить Москву на Пасху и провести светлую неделю в Первопрестольной. А многие русские люди подчеркивали, что празднование Пасхи в Москве отличается особой атмосферой. Это удалось сделать дважды императору Николаю II. Он приезжал в Москву в 1900 и 1903 году. И в 1900 году торжественная пасхальная служба состоялась в храме Христа Спасителя. Вы видите шествие, в котором участвует императорская чета. Из Кремля оно направляется в храм Христа Спасителя, где происходила торжественная служба. Довольно большим тиражом, где описывались все встречи государя, а он посетил многие московские монастыри, прежде всего Чудов монастырь, побывал в Кремлевских соборах. И сам государь писал о том, что его вторая встреча с Москвой после коронации оказалась более трепетной, более запоминающейся для него. Второй раз императорская чета приехала в Москву в 1903 году. И вот эта картина Матвеева изображает торжественное шествие в Успенский собор. Именно в Успенском соборе происходила пасхальная всеночная, которая очень запомнилась императорской чете. В Москве они провели несколько дней, и эта фотография была сделана на крыше Большого Кремлевского дворца, куда можно было забраться и посмотреть на Замоскворечье. Памятником этого визита стало пасхальное яйцо Московский Кремль, которое в 1906 году было преподнесено Николаем II, императрице Александре Федоровне. Вы увидите его, оно хранится в нашей коллекции, поэтому я не буду подробно останавливаться на его художественных особенностях. Скажу только о том, что сюрпризом этого пасхального подарка является херувимская композитора Костальского, которая была написана для Пасхи 1903 года. Она прозвучала в Успенском соборе, произвела сильное впечатление на императора Николая II и стала сюрпризом этого пасхального подарка, выполненного на фирме Фаберже. Но вот здесь можно отдельно видеть постамент, который представляет кремлевские стены и башни. Дважды императорская чета отмечала Пасху в Левадии, в новом дворце, который был построен в 1911 году. И весной 1912 года императорская семья приехала в Левадию, чтобы отметить там светлое Христово Воскресение. Новый дворец полюбился семейству. Он был построен архитектором красновым в стиле раннего возрождения. И Крым всегда был местом, очень любимым семьей Николая II. Но вот с появлением этого дворца приезд в Крым был особенно радостным. И сюда приезжает старший сын Карла Фаберже Евгений. Сюда доставляет пасхальное яйцо, которое было преподнесено императрице Александре Федоровне в субботу. Пасхальная служба состоялась в Крестовоздвиженской церкви. Это старый храм, который сохранился от прежней резиденции. Он совсем небольшой, но в Левадии никогда не собиралось много людей, представителей свиты, на праздничные богослужения. Только ближний круг. И даже пасхальное христосование, которое устраивали в итальянском дворике, тоже не было структурно. Видели? Вы видите, как императрица вручает пасхальное яйцо, ей целуют руку. Один из свидетелей этой церемонии, великий князь Гавриил Константинович, вспоминал, я все время находился рядом с царем. Он вручил несколько сотен подарков. Я ужасно устал. «Представляю, как чувствовал себя государь». То есть те люди, которые находились рядом с императорской четой, подчеркивали, что церемония была очень длительной, утомительной. Но, как и некогда русские цари, императорская чета, Николай II Александра Федоровна и Александр III Мария Федоровна, всегда воспринимали христосование и с гвардейскими полками, и с дворцовой прислугой, как душевную потребность. А пасхальное яйцо, привезенное в Крым, сейчас находится в Соединенных Штатах Америки, в штате Вирджиния. Это пасхальное яйцо «Цесаревич», которое посвящено наследнику престола, цесаревичу Алексею. Оно выполнено из очень красивого подахшанского лазурита, создано в стиле регенства. И сюрпризом его являлась миниатюра, миниатюрный портрет наследника престола цесаревича Алексея. Поэтому яйцо и получило такое название «Цесаревич Алексей». Но это шедевр, который был создан для императрицы. Одно из пасхальных подарков, врученных императрице Александре Федоровне в Крыму, вот это яйцо, серебряное, покрытое белой эмалью с монограммой императрицы. Ритуал, существовавший в Петербурге и в Крыму, соблюдался. Христосование потом завершалось высочайшим завтраком в Белом зале, где происходили все торжественные церемонии в Ливадийском дворце. Но были и ритуалы, свойственные только крымской резиденции. Например, праздник белого цветка. А в Крыму он отмечался в начале 20-го столетия. Это праздник, который возникает в Крыму, поскольку Крым становится курортом. Развивается он очень бурно. Туда едут лечиться от туберкулеза. И праздник белого цветка или белой ромашки это не что иное, как ритуал, который напоминает о том, что существует такая болезнь и с ней необходимо бороться. Поэтому очень важны благотворительные деяния. А в Крыму благотворительность развивается. В ней принимает участие императорская семья. И праздник белого цветка, посвященный борьбе с туберкулезом, вовлекает императорскую семью. Императорские дети вот с такими шестами, которые украшены белой ромашкой, отправляются на праздничные мероприятия, а их сопровождает благотворительный базар. И все средства, вырученные на таких базарах, поступали в распоряжение санаториев, лечебниц, богоделин, больниц, которые существовали в это время в Крыму. Внутри императорского семейства друг другу, конечно, дарили подарки. И это были уже не те официальные дары, которые преподносились в парадных залах Зимнего дворца. Это были маленькие дары, которые заказывали для ближнего круга, родственники или прислуга, которая сопровождала императрицу в течение многих лет. Вы видите альбомный лист из альбома императрицы Александры Федоровны «Подготовка к Пасхе 1906 года». Собственноручно императрица выполняет эскизы небольших пасхальных ядов. Проставлена стоимость. Конечно, императрица не сама их создавала. Потом этот заказ отправляли на ювелирную фирму, чаще всего на фирму Фаберже. И там должны были руководствоваться и эскизом, и стоимостью, проставленной императрицей. Часто это было сделать невероятно трудно. Поэтому, если затраты превышали сумму, проставленную императрицей, то фирма шла на то, чтобы ограничиться этой указанной стоимостью. Это было важно, поскольку заказ престижный от императорской фамилии. И, конечно, он способствовал возрастающему авторитету фирмы. Еще раз мы можем посмотреть на яйца-брелоки, которые создавались на фирме Фаберже. Владельцами их были не только представители аристократии, но и состоятельное городское население. В любом магазине любой ювелирной фирмы накануне Пасхи можно было приобрести такой пасхальный сувенир. Были и вещи, предназначенные для подарка близким людям, не драгоценные, но очень памятные. Вот этот подарок, например, на Пасху был направлен детям Николая II, вот их двоюродного брата. Все великие княжны, цесаревич и Алексей, здесь изображены в шуточном варианте в виде пасхальных яиц, каждая со своим характером. И императорские дети дарили родителям подарки, созданные их руками, на все абсолютно праздники, в том числе на Пасху. Вот эта открытка со стихами и рисунком была отправлена цесаревичем Алексеем, императрице Александре Федоровне, в 1916 году. Он вместе с отцом находился в Ставке в Могилеве, а открытка была направлена в Царское село. Традиция заказывать пасхальные подарки на фирме Фаберже для императриц возникает в 1885 году. Эта идея принадлежала императору Александру III, и осуществляется она в тот период, когда Пасха уже становится очень важной частью русской культуры, общественной жизни. И Фаберже, выполняя императорский заказ, хорошо почувствовал особенность своего времени. Поэтому каждое пасхальное яйцо, выполненное для российских императриц, стало маленьким памятником чувств и переживаний царской семьи. Даже если сюжет, выбранный для него, был связан с какими-то важными политическими и историческими событиями. Ведь для императрицы это вещь, которая принадлежала ей лично. Она стояла в ее комнатах, радовала глаз не только на Пасху, но и в другие дни. Первым произведением этой знаменитой пасхальной серии, в которой было выполнено 50 императорских пасхальных подарков, стало яйцо 1885 года, которое сейчас принадлежит собранию музеев и биржа в Петербурге. Это яйцо-курочка, которое было поднесено императрице Марии Федоровны на Пасху 1885 года. И исследователи давно пришли к мнению, что первое пасхальное яйцо является некой королевской фамилией, ведь российская императрица Мария Федоровна это урожденная датская принцесса Дагмар. И императрица, и государь Александр Третий видели это старинное яйцо, которое очень похоже на произведение Фаберже. Яйцо почти в натуральную величину куриного выполнено, но Фаберже не ставил цель создать точную копию. Это вариация на тему старинного французского произведения, поскольку в его работе используются другие материалы, иные сюрпризы. Во французском оригинале яйцо выполнено из слоновой кости, внутри него находится курочка, покрытая разноцветной эмалью, а у Фаберже яйцо покрыто белой, непрозрачной эмалью, оно больше походит на скорлупу яйца, а курочка выполнена из цветного золота. И внутри этой миниатюрной курочки находилась крошечная императорская корона и два брелока, то есть подвеска из рубина, которые можно было носить на цепочке, не только на Пасху, но и в другие дни. Этот подарок очень понравился императрице и стал традицией. Вот с тех пор на протяжении многих лет, почти каждый год, за редким исключением, на фирме Фаберже создавалось пасхальное яйцо, которое в субботу доставляли в императорский дворец, и император преподносил его супруге Николай II два пасхальных яйца заказывал для своей матери и для супруги Александры Федоровны. Многие пасхальные подарки были посвящены каким-то памятным событиям, важным свершением жизни императорской семьи. Одно из произведений, которое было выполнено в 1890 году, предназначалось для императрицы Александры Марии Федоровны, и было посвящено любимым резиденциям и яхтам. Драгоценная скорлупа яйца покрыта нежно-розовой эмалью гелюше, а внутри находится сюрприз. Ширма, где мы видим 10 перламутровых пластин с живописными изображениями дворцов и императорских яхт. Это пасхальное яйцо, так и называются, датские дворцы. А в 1891 году было выполнено пасхальное яйцо, хранящееся в нашем собрании. Это путешествие вызвало большой интерес в русском обществе, поскольку впервые представитель императорской фамилии, наследник престола отправился в Китай, Индию, Японию. Путешествие являлось частью образовательной программы цесаревича Николая, и совершалось оно на крейсере русского флота «Память Азола», который вы видите на этой фотографии. Сюрпризом пасхального яйца стала миниатюрная копия этого корабля, которая создается из золота и платины. С удивительной точностью выполнены все детали оснастки судна. Корабль, помещен на пластину из аквамарина, является сюрпризом, который можно вынуть из драгоценной скорлупы. В годы правления Николая II таким образом создавалось два пасхальных подарка, и дары предназначенной императрицы Александры Федоровны иногда содержали личные мотивы, как, например, пасхальное яйцо 1895 года, первое подаренное молодой государыне. И как когда-то яйцо, предназначенное для Марии Федоровны в 1885 году, это напоминание о ее юности, проведенной Германии. Она урожденная принцесса Дармштадтская, а Дармштадт известен как лучший розарий Европы. Он славился удивительно красивыми и ароматными чайными розами, поэтому сюрпризом этого пасхального яйца стала чайная роза, миниатюра, которая имеет несложный механизм. При нажатии на рычажок бутон раскрывался, и внутри находилась крошечная императорская корона. Роза – это символ любви, а император преподнес своей молодой супруге не только любовь, но и корону. К сожалению, этот сюрприз утерян, но о том, что он был именно таким, мы знаем благодаря мемуарам и счетам фирмы. Одно из самых сложных по исполнению – «Коронационное яйцо» 1897 года. Оно ныне хранится в музее Фаберже в Петербурге. Это частное собрание. «Коронационное яйцо» напоминает о торжестве, которое совершилось в Кремле в 1996 году. Покрыто ярко-желтой эмалью и крашено накладными двуглавыми орлами. Эти цвета и эмблемы напоминают о коронационной мантии российских монарков. А сюрпризом является крошечная копия кареты, в которую въезжала в Москву императрица Александра Федоровна. Это произведение удивительного мастера Георга Штайна, который выполнял эту карету более года. Мастер совсем молодой, ему было 23 года. И он создал не только все детали декора, но и механизмов. Колеса кареты вращаются, дверца открывается, ручка поворачивается, она меньше, чем рисовое зернышко. На хрустальных окнах кареты даже выполнена гравировка, которая имитирует занавески внутрь. Мария Федоровна, которая совершенно потрясла императрицу, она была щедра на похвалы в адрес главы фирмы знаменитого Карла Фаберже, и неоднократно Мария Федоровна хвалила его за художественную изобретательность и удивительное мастерство. В этом пасхальном подарке мы видим часы, традиционный циферблат. Часовой механизм неоднократно становился сюрпризом, и вы в этом убедитесь, и рассматривая предметы в нашей коллекции. Пасхальное яйцо выполнено в стиле регенства, а сюрпризом его является крошечный петушок, который поднимается из недр пасхального подарка, открывается, откидывается верхняя ажурная крышечка, петушок раскрывается. Этот пасхальный подарок стал одним из самых замысловатых и сложных в техническом исполнении. В начале XX века с переездом императорской семьи в Александровский дворец пасхальное христосование и другие торжественные церемонии проводятся в Большом Царскосельском дворце, который сейчас называют Екатериненским. Императорская семья здесь не живет, они живут в Александровском дворце, но в Большой Царскосельский они приходят по торжественным случаям, здесь устраивается служба, и на Христосовании сюда приезжают и гвардейские полки, и министры, и дворцовая прислуга. И вот к этому периоду, уже к началу XX века, относится яйцо, которое тоже происходит из музея Фаберже, 15-летие царствования, где нет сюрприза, те миниатюры, которые украшают драгоценную скорлупу яйца, они являются сюрпризом этого пасхального подарка, это своеобразная летопись правления императора Николая Второго, где мы видим портреты царской фамилии в обрамлении мелких алмазов, и 9 миниатюр, которые посвящены коронации императора, Гагск, конференции, открытие памятнику Петру Первому в Полтаве, и другим важным свершениям, которые произошли за 11 лет царствования императора Николая Второго. В навершии пасхального яйца под плоским алмазом монограммы императрицы, и, как и во многих случаях, это пасхальное яйцо можно снять с постамента для того, чтобы подробно рассмотреть все миниатюры. в 1913 году создается пасхальное яйцо в честь юбилея династии. Вы его увидите. Но я включила это изображение в лекционный материал для того, чтобы вы увидели сюрприз пасхального яйца. подарка является темно-синий глобус, выполненный из вороненой стали с накладными золотыми материками, где мы видим дважды изображение северного полушария. Южное здесь отсутствует. Сделано это было для того, чтобы продемонстрировать, как увеличилась территория Российской империи за время правления династии Романовых, поскольку Россия здесь показана дважды в границах 1613 года и 300 лет спустя. После того, как был закончен и освящен Федоровский собор в Царском селе, именно здесь стали происходить торжественные всеночные на Пасху. С 1913 года сюда отправляется императорская фамилия. Это полковой собор. Всеночное происходило в главном храме. Вы видите его внутреннее убранство, сейчас собор восстановлен. Нижний или пещерный храм, как его называли, был посвящен Серафиму Саровскому, очень почитаемому в царской семье. И в пещерном храме происходила не торжественная служба, а ряд церемоний на протяжении святой недели. В годы Первой мировой войны и пасхальные подарки становятся строже, и военная тематика присутствует даже в пасхальных открытках. Вот здесь мы видим, как готовят пасхальные дары для действующей армии, а эта открытка изображает христосование, которое могло происходить в Могилёве, где находился император. И в 1916 году там были поднесены традиционные подарки, и церемония состоялась. Но, конечно, она была более строгой, чем во дворцах, и подарки были гораздо проще. К этому периоду относится пасхальное яйцо, выполненное для вдовствующей императрицы Марии Фёдоровны, единственное, которое она сумела увезти с собой в эмиграцию, яйцо Георгиевский крест, где изображены император Николай II и наследник престола в опромлении Георгиевских лент. Самая последняя Пасха, проведенная императорской семьёй в их резиденции в Александровском дворце, состоялась в 1917 году. И поскольку семья уже находилась под арестом, не был вручён пасхальный подарок, а его начинают делать на фирме Фаберже, но это произведение не было закончено. Сейчас оно находится в собрании музея Ферсмана и свидетельствует о том, что на фирме Фаберже готовили подарок на Пасху 1917 года, яйцо должно было называться созвездие цесаревича, и представляло небесную сферу, которая покоилась на облаке, выполненном из кварца, на верхней половинке яйца в августе 1904 года. Этот подарок не был закончен и не был вручён, и Пасха, которую отмечали в Александровском дворце, конечно, была уже грустной и тревожной, так как семья находилась под арестом, несмотря на это, для всех кто находился рядом с ними и даже для конвоиров были подготовлены пасхальные подарки из старых запасов. Императрица вместе с дочерьми их готовила. Это было 135 пасхальных яиц, которые по традиции преподнесли тем, кто находился в этот момент в Александровском дворце. Ну а сейчас мы с вами отправимся в оружейную палату, и там продолжен разговор о традициях празднования Пасхи в императорской фамилии. Спасибо за внимание. Да, конечно. Оно было передано в музей Ферсмана без каких-либо указаний о том, что это за предмет, одним из сыновей Карла Фаберже перед тем, как он покинул Россию. Поэтому этот незаконченный предмет оказался в музее Ферсмана. Все остальные пасхальные подарки в советское время, в 20-30-е годы пасхальные подарки покупали американские миллионеры, миллиардеры. Они приезжали в Советский Союз, приобретали эти вещи, возили к себе. Потом менялись владельцы. Самая большая коллекция была собрана Малькольм Форбсом, которую приобрел Виктор Виксельберг, глава фонда «Связь времен». Сейчас его личная коллекция хранится в музеях Фаберже в Петербурге. «Связь предметы продолжал в